Как родители тебя стимулируют к хорошей учебе? Родители обычно говорят, что-то купим, например, новый телефон, планшет, компьютер. Например, купим тебе фильм, пойдем вечером смотреть, отпущу к другим друзьям. Если закончишь год без восьмерок и ниже, то купим тебе новый телефон. Немного найдется детей, кому родители не обещали за хорошую учебу или работу по дому новую вещь. Убрал игрушки, вот тебе шоколадка, получил пятерку, вот тебе деньги на развлечения и сладости. Однако часто родители забывают исполнить свое обещание, а негласные правила, установленные между родителем и ребенком, будут этого требовать. Поэтому психологи советуют разграничивать понятие похвала и поощрения. Ребенок может привыкнуть и в дальнейшем просто не захочет ничего делать, в случае, если ему не будет вознаграждения за это. А вот похвалить ребенка словесно, разделить с ним его успех, это уже можно и нужно. А еще будет лучше, если родители выразят по этому поводу свои собственные чувства, например, словами, я очень рад, что тебе все удалось в этой четверти, или мне приятно, что ты в этой четверти хорошо постарался. И вот тут родители часто совершают ошибку, используя неправильные слова для похвалы. Ты самый лучший, самый умный, самый замечательный. Обычные, на первый взгляд, фразы могут развить эгоизм и нездоровую зависимость от похвалы окружающих. Другая крайность – вялое, незаинтересованное одобрение, когда мама и папа на возглас «я получил десятку за контрольную» равнодушно бросает «ну, молодец». Неспроста одно из правил похвального дела звучит – похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а не на его личность. Вот эта похвала, одобрение, должна исходить и от родителей. От родителей, которые должны интересоваться делами детей, что у них происходит в школьной жизни, какие у них успехи, должны помогать тогда, когда не все получается, и настраивать на то, что успех приходит каждый день по чуть-чуть. И, скажем так, сегодня не получилось, завтра будет гораздо лучше. Каждый ребенок, каждый молодой человек – это личность, которая воспринимает и похвалу, и порицание по-своему. Но я глубоко убежден в том, что хвалить ребенка нужно за конкретные поступки. Ни в коем случае не надо сравнивать ребенка с другим. Нужно говорить о том, как он вырос, как он изменился, и сравнивать ребенка с самим собой. Наверное, каждому из нас знакома ситуация, когда, кроме плохой, родители не замечают в дневнике соседнюю хорошую оценку. Как правило, следующий этап – наказание и долги. Рассказы на тему «Если будешь плохо учиться, ничего не добьешься». Однако часто родители забывают, что все мы люди и у всех бывают неудачные дни. Ведь для каждого человека искренняя поддержка в трудную минуту способна творить чудеса. И ребенок в этом случае не исключение. Да, может быть, вашему ребенку трудно дается математика. Но зато он может стать замечательным художником, музыкантом, спортсменом. Поэтому, если ребенок принес в этой четверти плохую отметку, не стоит ему говорить, какой ты плохой. Не надо ему обрезать крылья. Лучше ему помочь преодолеть его трудности и поддержать в трудный момент. Если мы считаем, что похвала – это стимул к дальнейшим достижениям и к улучшению своих дел. Вот когда ребенок чему-то учится, наоборот, хвалить его нужно. И вот когда он учится, даже если не можете похвалить за результат, похвалите за старание ребенка. Это стимул как раз-таки двигаться дальше в том деле, который может пока еще не очень хорошо получаться. Правильная похвала поможет воспитать счастливого человека, который живет в согласии с собой и окружающими. Не спеши с порицанием, если опаздываешь с похвалой – мудрое выражение, которое не мешало бы знать каждому родителю. Ведь любить ребенка нужно не только за то, что он хорошо учится, а за то, что он у вас есть. Продолжение следует...